так всем привет информация по золоту не значит хотел бы разобрать моменты когда вот импульс максимально сколько она проходила ранее по истории 20 года вот эту фазу накопления да вот и хотел бы посмотреть максимально куда цена доходила по нкз сейчас волатильность не будем сюда убрать учитывать значит утром расширил замочек лотность сократил значит 0.23 у меня buy 0.23 sell для замка и 5 позиций со стопом 19.17 за счет прибыли от 0.05 на 19.16 вот хотя бы посмотреть проанализировать историю золото как она ходила по нкз по импульсам по этим всем вот так вот здесь давайте вот этот импульс который был последний значит там у нас где-то в районе четырех я замер делал 3 нкз 4 для меня важно сейчас понять момент от такого импульса максимально сколько мы в коррекцию ходили то есть вот ровно 4 нкз немножко выходили за диапазон значит коррекция здесь у нас смена маржи значит диапазон чтобы хай мерить уже с этой маржой снова построение у нас будет вниз с этой маржой так так надо на более младший период идти так короче 2 нкз точно так а если не изменять нкз значит там возможно что-то поменяется так так давайте посмотрим так чтобы абы где лакирующие объемы не ставить а бы где лакирующие объемы не ставить а именно на таких зонах как нкз и полторы две нкз вот в районе двух нкз так здесь полтора полторы зоны очень четенько работает хочу вам сказать значит смены здесь нет но здесь поменялась маржа значит нужно зоны уже тут этой ставить если мы ставим от этой значит там было закрепление за одной второй так отсюда мы ставим же маржу видим нкз одна в откат нкз вторая значит тут у нас идут полторы полторы зоны вот так чуть-чуть не дошли чуть-чуть так важные моменты когда мы образуем пик вот этот эти большие пики сейчас разберем по истории посмотрим максимально куда мы могли откатывать где какая глубина была от импульса две полторы нкз вот сейчас посмотрим так здесь поменялась значит зона это у нас удоставим значит тут одна тут опять поменялась значит от этой уже по новой разметке идет так полторы выходили чуть-чуть за полторы так импульс в общем от пика от нкз от одной нкз то есть если флэт в рамках диапазона недели недели смотрим волатильность примерно как нкз в районе свечи недели выходим туда-сюда значит здесь у нас чуть позже будет смена значит эту маржу мы ставим минимум с этой маржи мы ставим наши зоны 1 2 2 не дотянули чуть-чуть доход даже от этого диапазона давайте смотреть максимально куда мы 1-1,5 видимо в районе полторы откат то есть минимум одна максимум полторы это в рамках двух нкз если мы ходим значит что сейчас ситуация если флэт у нас продолжается значит минимум 1 нкз это лог надо поставить вот и дополнительный объем на 1 2 лог и искать паттерн на разворот вот так вот так значит значит тут у нас с одной второй нету закрепления значит у нас смена не смена не намечалась на тот период а нет было закрепление было закрепление значит построение у нас от этой зоны тут у нас мы получается мы перестраиваем так здесь откат в районе ну два пик одинаковый что-то не хочет от этой зоны строить чем в районе полторы но тут выход закрепления было да вот ниже не пошли значит от вот этого пика вот этот длинный импульс у нас так значит зона они одинаково значит одна две две с половиной козы значит две вот две с небольшим выходом вот примерно так как у нас сейчас намечается большой шпиль возможно меня выбьют по стопу там расширю я замок и с отката с отката можно посмотреть если закрепление 1 4 взять сел к примеру и продержать до 1 лкз вот там залокировать объем но это лично я хочу так сделать и за счет этого сел еще дополнительный объем то есть бай который мне есть сейчас 023 его не закрывать вот просто расширить замок то есть на шпильге оставить сел и за счет того сел дополнительно потом то есть от замка в рынке еще дополнительный объем внизу залокировать а за счет бая при закреплении 1 4 можно объем также сел найти как я и до этого делал на протяжении с пятницы но пока значит крайний объем 025 у меня стоп 1917 значит от этого хая который у нас есть куда мы максимально можем сходить то есть вот допустим если мы где-то здесь с отката взяли 1 2 1 4 мы где-то здесь брали то есть 400 ну а тут период мкз такая была 600 то есть флэт в рамках 1 2 когда импульс идет 1 4 1 2 мы можем пофлетить в рамках 1 2 вот такая структура накопления идет а вот значит здесь у нас откат максимально давайте будем смотреть полторы до второго не дошли полтора с небольшим выходом значит нужно учитывать даже если мы стоп тут ставим значит выбивает по стопу и ждем смены через одну втрою я замок расширил наверху у меня перевес сел со стоп лоссом на 1917 объем выйдет 0.25 и на за счет плюса бай бай у меня закроется 0.05 снизу на этот плюс закроется по стопу выйдет и в том где выйдет 1917 расширю замок то есть максимально замок какой будет на тот период но объем 0.15 возможно у меня в рынке останется бай внизу 0.15 и сел вверху сейчас я видео пишу потом скину так значит от этого уровня смотрим максимально сколько мы шли то есть коррекции от пика значит одна тире полторы нкз в данном случае одна полторы одна пункта нет но в основном полторы вот в основном полторы значит здесь у нас где пик максимальный тут четко вот полторы сделали короче в основном откат на полторы здесь вот одна будет нкз где-то одна с небольшим выходом ну в общем ориентир нам нужно взять за основу одна тире полторы с таких откатов внутри фазы накопления значит здесь у нас полторы вверх где-то полторы с небольшим выходом да так проторговка прям такая вот откат на полторы вот опять полторы значит что здесь дальше у нас одна проторговка выше глубокая коррекция у нас то есть здесь у нас можно стоит флэд в рамках 1 не 1 2 в рамках нкз то есть мы 1 нкз вверх сходили 1 нкз вниз вот такие тоже моменты нужно учитывать значит у нас есть возможность взять с отката на залокировать на 1 нкз или кого кто шортах значит на 1 нкз сократить какой-то объем сел значит если не средняя поэтому по этой позиции и на нкз часть объема покупок брать то есть максимально выгодно уровень усреднения кто в шортах значит от пика который цена образует в данный период возможно не факту могут обновить максимум то есть на примере на истории мы видим что цена выходит бывает за зону торгуются здесь потом раз резко 1 нкз дает 1 нкз тире полторы нкз на подкат идет вот эти два две точки нам выгодно для полного лока кому-то моменты усреднения и частичная покупка да то есть если здесь была здесь где-то был объем селл у кого-то значит на нкз с этим объемом селл сокращается максимальный объем и здесь у нас перезаходы на покупку то есть как можно ближе к оставшимся селл у кого там есть селл делать локирующие объемы полное локирование частично это на усмотрение каждого трейдера это уже сами по психологии уже должны принимать решение какой объем вводить какой оставлять для страховок и так далее изначально нужно рассчитывать риски а потом уже в рынок входить вот я всегда за консерватив есть плюс в рынке рискуйте от плюса нету плюса создавайте плюс так в принципе все ждем последующих развитий событий ну и сделаю какие-либо комментарии потом лимитные заявки я выставил на этот объем значит на 1,4 вернее на нкз серию байлимитиков выставил надеюсь данное видео было вам полезно до встречи в следующих обзорах всем всем пока